всем привет сегодня будет обзорчик с установкой вот такой вот камеры rayby glass 1.3 мегапикселя со звуком со слотом по dsd карточку для внутренней установки вот такая вот камера стандартно у камер разъем питания и ethernet порт разъемы для крепления отверстия для крепления на стену или потолок подсветочка инфракрасная для того чтобы камера видела в темное время суток три светодиода мощных звук посмотрим как она покажет себя в работе ага вот тут qr-код откуда можно скачать приложение но я буду qr-код и это приложение конечно покажу в работе но камера будет работать с регистратором даху посмотрим что из этого получится запускаем qr-код reader заходим на play store скачиваем приложение а то я записываю например никого нету я камеру подключил qr-net кабелю подключил 12 вольтовому блоку питания ждем пока она загрузится вот теперь заходим приложение и начинаем настраивать так как добавить эту камеру приложение предлагает потрусить возле девайса сделаем нашло соединяемся может говорить ждем ждем макс вот оно и есть это макс рыбий глаз такое интересное как как полусфера конечно камера сейчас лежит на столе и картинка немножко не такая как хотелось бы ну я немножко сейчас попробуем ее установить на кухне и так когда я подключился подключился по лану я захожу на вот эти вот три точечки да такая вот менюшка захожу в настройки и есть раздел network конфиг у меня вот мой пароль клубная вайфай клубная new и ввожу пароль от своего вайфай роутера нажимаю кнопочку комплект комплит сохраняю это все отключаю лан отключаю лан все пароль соединил но общую картину мы все равно не видим поэтому попытаемся повесить камеру в кухне и посмотреть что у нас получится вот камера это установлена на потолке так устройство теперь уже онлайн уже теперь на кухне вот мы смотри обзор всей комнаты есть так смотрим в настройках вот загружается настройки качество поменяем на hd сохраним язык какой язык китайские там есть у нас понимаю русского русского нет жаллиского не знаю чешу так проверяем обновление последняя версия отлично выходим назад так уже телефон садится вся комната как видите просматривается далее есть такая интересная штука вот как такой вот как цилиндр тоже можно так просматривать далее какой еще вид есть и как две полосы 180 градусов с одной стороны 180 с другой вверху и 180 градусов внизу и есть как бы эмулятор четырех камер каждую камеру можно отдельно выставлять как тебе хочется то есть даже на 4 даже приближать можно это все комнатный вариант для офиса в самый раз есть режим круиз когда когда все камеры понемножку да вдали далее можно послушать звук да я тебя слышу кроме того здесь можно записывать картинку с камеры на карточку sd карточку слот там есть поддерживает до 120 гигабайт памяти но просматривать можно будет только на приложении на компьютере это немножко проблематично и вот тут есть playback карточка у меня сейчас не вставлена можно делать скриншот здесь кнопочка capture кроме того можно записывать прямо на смартфон после того как все заработает я рекомендую поменять пароль в админку это в настройках здесь иначе это очень плохо закончится какой нибудь веросняк хакеры установят и будет ваша камера криптовалюту маять а вот так камера показывает ночью как я считаю достаточно неплохо подсветка очень мощная подсветка очень мощная и 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 кроме того в самом приложении можно менять настройки пароля приложений различные установки тревоги вот такой раздел есть устанавливать лимиты трафика если вы подключены к какой-нибудь мобильной сети так дальше оповещение кроме того есть демо режимы на тот случай если вы камеру еще не купили но хотите посмотреть как это все работает как это все устроено есть демо режимы вот здесь можно наблюдать как далеко далеко где-то в китае жалко кнопочка hold to talk не активно поэтому я китайцам пламенный привет с украины не передам ходят люди вот это такой магазинчик обалденный нам бы такой магазин в нашем городе с таким шикарным выбором вот молодой человек тупит смартфон барышня тоже пытается в этом как-то участвовать в общем-то магазине жизнь бьет ключом куча регистраторов куча проводов не братуха я трошки не тут стою ты не туда смотришь это 3 мегапиксельный вариант 5 мегапиксельный вариант ух ты а что-то ну так ага камера как я понимаю установлена на стене они на они на горизонтальной поверхности вот поэтому тут немножко ограничить интересный такой супермаркет у них хорошо какие я могу сделать выводы камера это отличный вариант для какого-нибудь небольшого склада магазинчика офиса как для серьезного наблюдения на не годится я повторюсь я не смог ее прикрутить к регистратору доху а завтра еще поеду к своим поставщикам гости возможно нам получится сделать это вместе ну на данный момент я не мог прекратить видео регистратору и это есть ключевой момент по которому я не смогу эту камеру установить конечному заказчику ну а в общем я результатами очень доволен всем спасибо если вам обзор понравился ставьте лайк подписывайтесь на канал до свидания